Постараюсь уложиться где-то в один час, даже, может, быстрее. Вводная лекция для того, чтобы было понятнее потом вам, как справиться с заданием Хакатона. Я думаю, вы уже, если занимаетесь космосом, занимаетесь в Пандориумах, то многое уже знаете. Но все равно еще раз пройдемся по этим темам. То есть основная тема лекции – какие бывают виды космических аппаратов, какие бывают полезные нагрузки и какие полезные нагрузки бывают у кубсатов. Это у меня из двух презентаций состоит лекция. Сначала по одной пройдемся, потом по второй. То есть космические аппараты бывают разных видов. Делятся они по назначению, и в соответствии с назначением у них разные полезные нагрузки. Бывают метеорологические космические аппараты. У них полезная нагрузка – это камера в инфракрасном диапазоне и видимом диапазоне, позволяют делать снимки земной поверхности, облаков. Навигационные спутники – это GPS GLONASS. Они позволяют ориентироваться с помощью навигаторов. Спутники связи телевещания передают сигнал радиотелевидения и интернет на большое расстояние, например, позволяют удаленные районы Сибири обеспечить связью. Большой класс научно-исследовательских спутников. У них разные полезные нагрузки. Совершенно разнообразные. Потом покажу некоторые виды. Спутники дистанционного зондирования Земли, которые фотографируют земную поверхность. Ну, в том числе, военные разведывательные спутники тоже. Они, можно сказать, спутники дистанционного зондирования, они тоже фотографируют и получают фотографии. Так, первый вид спутников. Давайте посмотрим метеорологические спутники. Это вот спутник Метеор М2, который один из моих любимых спутников, потому что он передает фотографии на Землю в открытом диапазоне на частоте 137 МГц. И используя радиостанцию Вьюнок, которую делает компания Спутникс, мы можем принимать просто на свой компьютер фотографии из космоса, чем я на работе часто занимаюсь. Спутник Метеор М2 несколько раз в день пролетает над Москвой и над каждой частью земного шара. Если у вас есть радиостанция, то вы можете получить фотку из космоса, просто полученную в реальном времени. Ширина полосы сканирования примерно 2000 километров, и фотографии получаются от севера, от новой Земли и до севера Африки. Вот такая полоса. Вы видите все, что делается на севере, на юге, всю облачность. Так как там есть инфракрасный диапазон, видно и снег, отдельно и облака. Благодаря тому, что на этом аппарате установлено специальное многоканальное сканирующее устройство малого разрешения. Разрешение всего 1 километр на пиксель у этого устройства, и получается тогда, что у КВ диапазона на частоте 137 МГц достаточно, чтобы передать такую фотку. Также спутник делает фотки в высоком разрешении, но для передачи их используются другие диапазоны и другие большие антенны. Но вот на нашу школьную радиостанцию мы принимаем именно информацию с многоканального сканирующего устройства. Вот верхняя строчка. Все остальные, это более профессиональные виды оборудования, они передаются в других диапазонах на более высокой частоте. И как видите, здесь очень много и видимый свет, вот первые три канала 0,5, 0,7, 1,6 микрона, это видимый свет. Дальше пошли инфракрасные диапазоны в большом количестве с помощью разных приборов. То есть позволяет инфракрасный диапазон отличать облака, например, высокие, от тумана, расположенного над землей. Облака снежные от облаков, содержащих дождь. То есть все виды облачности, все можно определить с помощью инфракрасных приборов. Такой же спутник был запущен в прошлом году, в июле. Метеор М2-2, его брат-близнец. Но в декабре прошлого года была авария, и метеорит пробил, повредил систему спутника, энергопитания. И у метеора М2-2 теперь не работают аккумуляторы. И он работает только тогда, когда освещен Солнцем. То есть солнечные батареи, когда получают свет, спутник запитывается, когда улетает в тень, он отключается практически весь. И на том спутнике, метеор М2-2, отключили вот это многоканальное сканирующее устройство, которое передавало нам тоже фотки. В прошлом году летом у меня было в два раза больше фотографий, потому что и метеор второй, и М2-2, тоже они летали по очереди, и очень много фотографий прилетало в хорошем разрешении. Но теперь, видите, в космосе бывают разные случаи, и спутник поврежден, и работает теперь наполовину. Вот самые сложные приборы оставили включенными, которые дают изображение высокого разрешения, а низкокачественные отключили для того, чтобы экономить энергию. То есть вот такие в космосе бывают истории. Дальше у нас бывают спутники навигационные. Это ГЛОНАСС. Все пользуются навигаторами, все знаете, как это спасает жизни любителям, особенно в незнакомом городе. Можно прокладывать маршруты. И вот эти спутники ГЛОНАСС, но они небольшого размера, кстати, по сравнению с метеоспутником, он гораздо меньше. Масса спутника меньше тонны, то есть он довольно компактный. Если метеор размером, наверное, вот с пазик, с автобусом небольшой, такой здоровенный, то это гораздо меньше спутник, меньше тонны весит, и потребляет энергии тоже, видите, меньше киловатта. Потому что самая основная полезная нагрузка навигационных спутников – это сверхточные часы, которые много знаков после запятой подсчитывают время с огромной точностью. Благодаря этому они могут измерить скорость прохождения сигнала и расстояние. Получая отраженный сигнал, они видят точно положение каждого спутника относительно друг друга, и наземное устройство определяет относительно всех спутников свое положение и вычисляет свою координату. То есть это благодаря тому, что стоят очень точные атомные часы на борту каждого аппарата. Все эти часы синхронизированы до самой-самой запятой и дают одно и то же время очень точно подсчитывать. Это очень сложная техническая задача, поэтому всего несколько стран мира имеют такие системы навигации. Американцы построили первый GPS, Россия построила GLONASS, китайцы сейчас строят свою систему, и европейцы, по-моему, вывели один или два спутника, то есть тоже они пытаются разработать свою такую же аналогичную систему. Другие страны еще не смогли сделать такие точные часы, поэтому, видите, не всем это удается. Очень сложная техническая задача. Дальше спутники связи. Они в основном расположены на геостационарных орбитах. Если метеор летает на высоте 800 км над Землей и много раз пролетает над разными местами Земли, спутники GLONASS, по-моему, тысячи, несколько тысяч километров находятся на высоте, то на геостационарной орбите, на 36 тысяч километров, находятся спутники связи. Эта орбита чем хороша? Тем, что спутник, находящийся на этой орбите, он висит над Землей как бы неподвижно. Поэтому достаточно направить телевизионную антенну, например, Триколор или там ДВ-блюз, какие-то есть сотные телевидения спутниковые, направляем в одну точку, и антенну не надо поворачивать, следить за спутником, он всегда висит в одной точке на небе. Это очень удобно. И спутник висит, он имеет на борту огромное количество радиопередатчиков в разных диапазонах. То есть, вот смотрите, на Express AM8 24 в C диапазоне, 16 в Q диапазоне, и еще два. То есть, огромное количество телеканалов одновременно передается, и интернет передается, и очень много различной информации. Мощность почти 6 киловатт спутника, масса очень большая. И непростая задача запускать спутники на геостационарную орбиту, это очень далеко. Это требуется очень много топлива, чтобы туда добраться. И так как эта орбита уже сейчас почти вся занята спутниками, многие из них уже вышли из строя, то в последнее время было принято решение все спутники, которые выходят из строя на геостационарной орбите, переводить на более высокую орбиту, она называется орбита захоронения, чтобы на самой геостационарной было посвободнее. Поэтому каждый спутник, находящийся на геостационарной орбите, имеет запас топлива небольшой на борту, что когда он выходит из строя, все, его отключают, он врубает двигатель, поднимается повыше и остается на орбите захоронения, уже не занимая места на геостационарной. А в эту точку, где он был, можно прислать другой спутник и разместить его в этом месте. Геостационарных очень много спутников, их можно посмотреть. В принципе, российские спутники висят над территорией России, развешаны американские над Америкой, и так вот по кругу, каждая страна над собой вешает свои спутники. То есть они все находятся над экватором, но напротив каждой страны. Например, японские спутники висят вот от Японии, проложки, направление на юг, над экватором, над Японией висит японский спутник, над Китаем китайский, и так дальше. Каждая страна размещает свои спутники для удобства. Следующие спутники – это дистанционное зонирование Земли, и они сейчас очень стали популярными. В большом количестве они запускаются. Американская компания Planet запустила... Ой. Американская компания Planet запустила 400 кубсатов, 400 штук, представляете, трехюнитовых кубсатов, в каждом из которых... Что такое-то? В каждом из которых стоит кубсат трехюнитовый, но почти полностью внутри он занят огромным таким фотоаппаратом, телескопом, можно сказать. И вся электроника как-то по бокам расположена, и внутри кубсата стоит огромный телескоп, позволяет получать изображение чуть ли не 40 метров на пиксель. И таких аппаратов компания Planet запустила 400 штук, то есть практически все небо этими аппаратами занято. Если вы увидите картинку с этими космическими аппаратами, то увидите, что просто одновременно на каждой точке Земли несколько штук летает. Это позволяет в реальном времени получать фотографии просто с каждой точки Земли. И компания Planet теперь оказывает услуги по подписке, если вы заплатите 800 долларов в месяц, то фотографию любой точки Земли раз в сутки вы можете получать по этой подписке. Любой интересующей вас точки. Все, что вам хотите знать. То есть это получается такая как разведывательная сеть. И от нее спрячешься, они фотографируют все подряд. и никто не запрещает, они летают над всем земным шаром. И любую точку, которая вам интересна, вы попросили, вам прислали снимок. Все. Получается, в месяц каждый день по одному снимку вот 30 снимков в месяц можно получать. И мониторить интересующую вас зону на Земле. Например, если у вас есть свой какой-то завод, свой карьер, что-то там, какая-то территория своя, о которой вы отвечаете, вы можете с космоса ежедневно за ней присматривать. За относительно небольшие деньги за 800 всего доллара. Это вот такая компания Planet. В России тоже идутся разработки. Вот на слайде сейчас у нас это спутник дистанционного зондирования Земли. Таблица Таврора. Это первый частный российский спутник, сделанный компанией спутник. Он был запущен в 2014 году. Он массу имеет 35 килограмм. Тяжелый. Мы его таскали. Вот такой тяжеленький спутник. Он работал с 2014 до 2017 года на орбите. Затем он вышел из строя. И сейчас он находится там же на высоте 800 километров. И по рассказам наших инженеров они сказали, что скорее всего у него вышел из строя термодатчик. Всего на борту три термодатчика. И они все по очереди вышли из строя. И аккумулятор просто разрядился в ноль. То есть в принципе сам спутник исправный. И если к нему подлететь и аккумуляторы подзарядить, то он дальше будет работать. Но это сделать невозможно, потому что это сложная задача вот так добраться во спутнике и где-то в космосе его поймать и починить. Сейчас, конечно, разрабатываются спутники-инспекторы небольшого размера с двигательными установками, которые могут по всему космосу изменять свою орбиту, подлетать другим спутникам. Но не в большом количестве они еще используются. Вот если вы, ребята, все вырастите и будете увлекаться космическими технологиями, может быть, вы и заработаете свои собственные спутники-инспекторы, которые смогут подлетать к неисправным аппаратам, ремонтировать их. На геостационарную орбиту, например, такие спутники подвозят топливо для спутников геостационарных, продлевают срок их службы, то есть много у них задач у спутников-инспекторов. Ну вот таблица Таврора, у него на борту была камера высокого разрешения, 40 метров на пиксель позволяла делать снимки, очень качественные. Были солнечные датчики на борту, магнитометр и даже звездный датчик, здесь на картинке не показан, он с той стороны стоит, но звездный датчик позволяет ориентироваться по звездам. Так, дальше какие у нас спутники. Дальше переходим к научным спутникам. Научные спутники бывают совершенно разных размеров, в том числе и ПСАТы. Вот наши SiriusSat-1, SiriusSat-2, запущенные в 2018 году, спутники, сделанные школьниками в лагере Sirius из конструктора Arbicraft Pro, вот эти спутники были чисто научными. У них на борту стоял датчик частиц высоких энергий, то есть гамма-частицы, альфа-частицы. Если эта частица пролетает сквозь спутник, она очень маленькая, она пробивает его насквозь, датчик, установленный на спутнике, показывает, что это за частица, подсчитывает количество частиц и сбрасывает информацию на Землю. Эту информацию компания спутник передает внеяв МГУ ученым-МГУшникам, которые исследуют магнитное поле Земли. Они разработают этот датчик и информацию о всех частицах, которые спутник повстречал, они потом исследуют, и чем частиц больше, значит, магнитное поле в этом месте было слабее, частицы пролетели. Если магнитное поле не сильное, то оно этим частицам не дает пролетать, частицы по магнитным линиям улетают на северный полюс. То есть, вот такой датчик позволяет по таким косвенным признакам определять магнитное поле, силу магнитного поля. И вот на слайде у меня сейчас один из интересных тоже экспериментов. Немецкий микроспутник, ну, размером 200 килограмм, то есть, не совсем он, например, маленький, такой нормальный бочонок, но внутри у него сделана теплица. Вот видите на фотографии, там выращивают томаты, то есть помидоры. И эксперимент хотят проверить, как будут расти томаты на Луне и как будут расти томаты на Марсе. И чтобы смоделировать гравитацию, спутник закручен. И когда он вращается, то получается, что у него от вращения создается микрогравитация, как и на Луне, например, 0,16G. Затем, потом, через какое-то время, когда томаты выросли, они раскрутили его быстрее и смоделировали гравитацию, как на Марсе, 0,38G. То есть вот таким способом, не летая на Луну и не летая на Марс, можно проверить, как там будут расти помидоры. Вот такой хитрый миссия космическая. Дальше еще очень актуальная миссия. Это дистанционное зондирование Земли не с помощью фотографий, а с помощью радиоволн. Вот один из американских спутников развернул вот такой хитрый радар, тоже как сетка он разложился, и он позволяет видеть сквозь облака и ночью то, что делается на Земле. То есть это получается дистанционное зондирование, но уже в их диапазоне, в радиодиапазоне с помощью радиоволн. От такого спутника вообще невозможно спрятаться, потому что просвечивает все, например, сквозь ветки деревьев, например, он может видеть металл, если вы спрятали, например, что-то под деревьями, то он все видит, сквозь облака видит, сквозь некоторые даже конструкции, если у вас радиопрозрачный, например, ангар, то он видит сквозь крышу ангара, что у вас внутри ангара стоит. Если ангар металлический, не радиопрозрачный, то, извините, не получится. Но если просто из какой-то пленки, то все будет просвечено. То есть такой спутник, разведчик, очень актуальный, и многие страны такие делают. Это вот экспериментальный американский. И вот очень интересный пример. Это польский студенческий кубсат с солнечным парусом. Обратите внимание. Солнечный парус тоже актуальная вещь. Актуальная такая тема. Многие страны, многие компании пытаются сделать солнечные паруса. И очень сложная задача, как этот солнечный парус грамотно упаковать. Вот кубсат, смотрите, двухюнитовый польский, малюсенький буквально, 10 на 10 на 20. И в него поместился такой огромный парус. Как они это сделали? Не знаем. Это в Варшавске институт технологии. То есть даже сама Польша не особо космическая держава, но разработать свой собственный кубсат вполне по силам. Даже обыкновенной стране, которая не имеет своего космодрома, не имеет своих ракет, но они могут отдать потом свой кубсат, установить на ракете, которая в космос полетит, и отправить его либо на Союзах, либо на американских ракетах. Очень много сейчас в космос выводится из ракет наксителей. Даже вот есть чисто ракета, разработанная чисто под кубсатой. Например, небольшая ракета, называется, по-моему, «Электрон». Запускают ее из Новой Зеландии, она на орбиту может вывести буквально 200 килограмм груза, то есть пачку кубсатов, штук 20 она берет. Такая вот мини-ракета, чисто сделанная под кубсатой. То есть вывести кубсат в наше время не проблема. Главное придумать какую-то полезную нагрузку, полезное дело для этого кубсата, чтобы он там работал. Так, дальше смотрим, что у нас есть. Полезная нагрузка малых космических аппаратов. Ну вот, мы подходим как раз к кубсатам, малым космическим аппаратам, в которых хорошо разбирается компания «Спутникс». Вот, смотрите, какие у нас виды есть. Сириуссаты 2 на орбите. Кстати, вот они буквально сошли с орбиты 2 дня назад, 9, сегодня какой-то 12, 3 дня назад, 9 декабря они завершили свою работу в космосе. сошли с орбиты. И, кстати, вот сейчас про них покажу интересную информацию. За этими спутниками мы следили с помощью программы «Джепредикт», которая следит за всеми космическими объектами, вот в частности МКС сейчас видно, где находится, переключаем МКС, видим высота 422 километра, азимут, высота, скорость движения, все параметры международной станции. Переключаем на спутник Сириуссат-2 и видим, что он летит сейчас на высоте 15 километров. И скажите, как это возможно, да, со скоростью 8 километров в секунду улететь на высоте 15 километров? Дело в том, что эта программа «Джепредикт» рассчитывает траектории по космическим, по математическим моделям. Здесь заложена математическая модель, в которой атмосфера отсутствует. Поэтому программа считает, что воздуха на Земле нет, и она продолжает сопровождать спутник Сириуссат-2, и она считает, что сейчас он находится на 20-15 километров, хотя он на самом деле сгорел примерно на 180. 180-160 километров – это такая высота, на которой спутники уже живут сутки, меньше суток. И буквально в среду, я еще здесь смотрел, высота была, в среду в 4 часа дня высота была 185 километров Сириуссата, и я думаю, после буквально несколько часов прошло, и в среду вечером он уже пропал, и 10-го числа с утра радиосигналов с него уже не было. То есть, где-то вот либо ночью, либо так, когда-то он сошел с орбиты. Сириуссат-1, смотрим, вот у него 67 километров высота. Тоже на такой высоте спутники не живут. Там достаточно много воздуха, сопротивление воздуха большое, спутник просто сгорает в атмосфере на такой высоте. Это вот из истории Сириуссатов. И дальше посмотрим, какие еще у нас. Теперь планируется запуск в марте компании спутник. Будет запущен у нас 6-юнитовый кубсат с огромным телескопом. Вот посмотрите, он здесь нарисован в разрезе. Один юнит занимает блок маховиков, один юнит системы управления, и на три юнита огроменный телескоп. Вот такой фотоаппарат. Очень хорошего разрешения. Вот такой спутник запущен. И будет запущено еще 4-3-юнитовых. Два из них это, которые совместно с МИИМ разработаны, спутники дистанционного зондирования Земли. У них стоят небольшие камеры на борту и спутник для Туниса, у которого на борту стоит прибор для интернета вещей, радиопередатчик. Работает в диапазоне интернет-вещей, и спутник должен, пролетая над Землей, получать с Земли данные от датчиков интернета вещей. Я думаю, вы знаете, что такое интернет-вещей. Это маленькие датчики миниатюрные с очень малым энергопотреблением, и они могут работать 10 лет, например, без подзарядки на той батарейке. Эти датчики могут измерять температуру, вибрацию, какие-то параметры, все что угодно могут измерять. И спутник, пролетая над ними, например, раз в сутки, получает эту информацию, и в центр управления, где-то в Тунисе, он сбрасывает эту информацию. То есть с помощью одного спутника можно мониторить за большим количеством датчиков, установленных в отдаленных частях Земли. Где-то, может быть, в тайге, где-то в океане, где-то на островах на безлюдных. Могут стоять датчики, которые очень экономично раз в сутки включаются, когда над ними пролетает спутник, отправляют маленькую посылку, радиосигнал, и снова выключаются, и находятся постоянно в режиме сна. Это очень экономично, позволяет на той батарейке жить несколько лет. И спутник пролетает, получает эту посылочку с информацией, и над Тунисом сбрасывает. И они аккумулируют всю информацию и знают, что происходит, например, на всяких отдаленных. Такие же у нас в принципе бывают задачи, например, белорусская фирма БелАЗ, которая разабатывает БелАЗы, они эксплуатируются тоже в основном на карьерах, на каких-то удаленных точках. Где-то вообще непонятно где, где нету ни сотовой связи, ни интернета, ничего. И, например, вот с этих БелАЗов информацию о их пробеге, о состоянии двигателя, всю информацию о состоянии автомобиля, можно также с помощью интернета вещей, например, также сбрасывать. Такие тоже вот есть идеи, как использовать вот эти технологии интернет-вещей. Так, дальше у нас какие еще интересные задачи могут решать КубСАТы. Мониторинг частиц высоких энергий, это вот СириусАТы выполняли. Радиотомография ионосфера, это тоже такая интересная тема, когда спутник излучает радиоволны и отраженные радиоволны принимает, как-то просвечивает. Я не до конца понимаю, как это работает, это какая-то хитрая физика, но позволяет получать информацию об атмосфере с помощью вот таких способов. Вот моя любимая миссия, полет КубСАТов к Луне, сейчас запланируем тоже прорабатывать этот вопрос. Луна-25 отправляется на следующий год к Луне, космический аппарат, но он довольно крупного размера, и с ним два КубСАТа, шестьюнитовых, это совсем несложно поставить. Миссия практически не удорожается, но вокруг Луны появятся еще два КубСАТа с фотокамерами, которые позволят дополнительно исследовать Луну. То есть вот такой проект прорабатывается. Планируется несколько миссий, Луна-25, 26, 27, три миссии к Луне, и может быть с каждой из них будут запущены КубСАТы нашей соседки к Луне. Вот мне очень нравится. Какая высота планируется, не знаете? Что? А высота орбиты какая планируется, не знаете? Пока ничего не знаю про эту миссию, просто я рад, что вы вообще об этом задумались. Ну, понял. Вот на слайде, смотрите, предпосадочная орбита 100 на 18 километров. А, вот точно. Вот, может быть, вот это что-то в этом есть. На Луне воздуха нету, и можно летать очень низко над Луной, хоть два километра, пожалуйста, скользи. Вот, я про то же подумал, было бы круто, да? Большая скорость, я боюсь, что снимки могут смазанными быть, но очень большая скорость в нижней точке орбиты будет, и просто будете фотографировать, может смазаться изображение. Тут надо все посчитать, параметры камеры и все остальное учесть, чтобы снимки были качественные, и посмотреть в точку приземления американцев. Мечта многих в интернете. Ну, и китайский спутник недавно приземлился, какой-то Заяц, как они его назвали, тоже сфотографировать можно. Это очень интересно. Ну, и вообще изучение Луны актуальная тема, там много интересного можно найти. Интернет-вещи, я уже рассказал, технология очень такая перспективная, вот тунисцы одни из первых решили этим заняться. Если сейчас все срастается, то это может технология получить взрывной рост, потому что чем больше спутников, тем чаще мы получаем данные от этих датчиков, и может потребоваться десятки уже спутников запустить, чтобы мониторить состояние инфраструктуры, я вот слышал, когда Крымский мост построили, то он весь утыкан датчиками вот именно интернета вещей, датчики вибрации, датчики растяжения, нажатия, датчики деформации, датчики температуры, весь, через каждые буквально 10 метров стоят эти датчики, весь мост покрыт этим данными. Но так как он на земле, ну, в таком нормальном месте находится, то вся информация по проводам стекается в центр управления мостом, и они видят в реальном времени все состояние моста. Но если бы, например, такой же мост был построен где-то в Сибири, например, вот около, например, Якутска мечтают мост построить, там с интернетом все дело хуже, и, может быть, такие удаленные объекты именно будут через интернет, через космос, через интернет вещей, через космос, посылать свою информацию о своем состоянии. А так как у нас осваивается и Северный морской путь, и другие удаленные части России, то, чем туда тянуть проводной интернет, проще просто вот так через космос работать. Поэтому это очень актуально. Также такая тема популярная, связанная с Северным морским путем, это АИС. АИС – это система идентификации судов в море. Все корабли, которые плавают, имеют передатчик, сообщают о своем положении, и специальный сайт, есть в интернете, можно зайти, типа Flyradar, который самолетами следит, аналогичный сайт, есть для снижения за морскими судами. И вы, например, можете любое судно морское отследить, где оно находится в каждой точке. Это очень важно, если, например, вы бизнесмен, и ваш груз какой-то ценный доставляется с помощью морских судов. Если вот вы из Алиэкспресса заказываете, и вы часто следите, где же моя посылочка, где вы так переживаете. Представляете, бизнесмен везет на несколько миллионов долларов оборудования, конечно, он очень переживает, где находится его судно. И просто он готов непрерывно смотреть его состояние. А на северном морском пути нету радиоприемников, которые могут следить за судами. Судно ушло, из порта вышло и исчезло с радаров, и все волнуются, когда оно появится снова там у Камчатки через несколько недель. И для того, чтобы суточно, ежедневно мониторить постоянно, где находится ваш груз, ваш корабль, для этого нужно либо весь северный морской путь уставить антеннами приемными, но там очень сложно, я говорю, отдаленные места, там нет электроэнергии, там нет интернета, ничего. Поэтому проще запустить спутник, который будет летать над северным морским путем несколько раз в сутки, мониторить эту информацию и также сбрасывать, где находятся все суда. Это очень тема тоже актуальна, позволяет получать информацию о происходящем в режиме практически реального времени. Чем больше будет таких спутников, тем чаще я буду оперативнее обновляться этой информацией. Подобная задача существует для РЖД, кстати. РЖД у нас дорога практически вся электрифицирована, вдоль всех железных дорог электрифицированных протянут везде оптика, оптиковолоконный кабель. С интернетом все в порядке, там, где дорога электрифицирована, но есть большое количество железных дорог, где электричества нет. Например, где ходят поезда раз в сутки, там нецелесообразно строить подстанции, процепление электричества. Просто есть дорога, есть рельса, и туда поезд ушел, тоже в никуда. Где он находится, никто не знает. Там интернет не ловит, там никакой связи. И для таких вот тоже отдаленных железных дорог, которых в нашей стране огромное количество, тоже разрабатывается идея установить типа интернета вещей, типа АИС, вот такую систему, которая позволит следить за вагонами, за составами, либо каждый вагон обозначить биркой специальной и получать информацию с каждого вагона. Потому что бывают стыковки, перестыковки поезда по-разному, там эти вагоны сортируют. И то есть мониторить всю разветвленную железнодорожную сеть. В нашей стране самая разветвленная сеть в мире, по-моему, очень она протяженная. И много неректрифицированных участков. Вот для этой задачи тоже пригодятся спутники. Вот смотрите, какое большое количество. И вот эта тема спутникостроения сейчас очень актуальна во всем мире и в нашей стране. И будет только развиваться. Еще интересные проекты есть по межспутниковой лазерной связи, когда между двумя космическими аппаратами не по радио связь организуется, как обычно, как принято, а именно с помощью лазера. Какие здесь особенности этой связи? Эта связь хороша тем, что ее невозможно перехватить. Если у вас на одной орбите летит один спутник, на второй орбите второй, то чтобы вам сигнал, например, перехватить шпионом, надо попасть в точку ровно между этими спутниками, где летит лазер. Но такой орбиты не существует. Один спутник, это не здесь, другой здесь. И такой орбиты, которая бы ровно между ними была, ну не бывает. И туда ничего не запустишь. Либо спутник должен постоянно маневрировать и как-то догонять. Ну это нереально. Поэтому это очень надежная связь, которую невозможно в принципе подслушать. Чтобы подслушать, надо встать ровно на пути луча. Нереально. Также радиосвязь можно заглушить с помощью глушилок, как в советское время голоса американские глушили, зарубежные радиостанции. Просто на этой частоте врубают мощный сигнал и связь пропадает. Также и в космосе, если вы хотите какой-то аппарат, чтобы он, например, не мог выполнять свои задачи, вы просто направляете на него излучение на той частоте, как он работает и заглушаете его. Спутник просто теряется и не может связаться с Землей. А лазерная связь этого лишена. Лазер невозможно заглушить. Только если, например, какое-то облако пыли вы поместите между двух спутников или какое-то там препятствие. Но это невозможно сделать, потому что спутники постоянно летают. То есть это супернадежная связь, которую нельзя заглушить, нельзя подслушать. Очень перспективная тема. И вот сейчас такие тоже проекты делаются в разных странах. Эксперименты, как это работает. Надо еще лазер изобрести сам, какой-то хороший, мощный, чтобы он справлял с этой задачей. Ну, в общем, такая интересная, актуальная задача. И тестировать ее можно тоже на малых космических аппаратах, чуть ли не на Кубсатах. Ставим небольшой лазер. Вот лазер Муркарский, вы же знаете, она маленькая, то есть она очень дальнобойная, она светит. То есть миниатюрные лазеры могут позволить такие сделать связи между Кубсатами даже. И радарное зондирование, вот я уже упоминал, хитрая технология позволяет зондировать, в том числе и ночью, состояние, например, северного морского пути и видеть льды. Потому что у нас полгода на северном морском пути полярная ночь. И там в видимом диапазоне ничего не видно, смотрим, чернота, красота. В инфракрасном что-то можно разглядеть, но конкретно состояние именно льда, в инфракрасном там у вас облака тоже будут, и все это накладывается очень много. Но вот именно с помощью радиосканирования можно отсканировать четко всю ледовую обстановку. Это позволяет экономить ресурс ледоколов. Если вы четко знаете, где у вас проблема со льдом, вы отправляете ледокол в нужную точку, а не просто так он у вас туда-обратно катается, расходует свой ресурс. То есть это очень актуальная тема иметь в реальном времени информацию о льдах. И в наше время такие спутники радарные есть у Канады, и Россия закупает вот эти фотографии, информацию о льде у канадцев. И неплохо бы иметь свой спутник, чтобы ни от кого не зависеть, чтобы иметь свою информацию о состоянии нашего льда на нашем морском пути, а не от канадцев. То есть получать ее от своих собственных спутников. Вот такие темы. Это вот я рассказал вообще об общих полезных нагрузках. Теперь немножко поближе к Кубсатам перейдем. У меня сейчас одна презентация. Она уже рассказывает о устройстве Кубсата. Здесь вот первый слайд у меня о сравнении МКС и автобуса. Это для того, чтобы представить, какого размера МКС. Она очень большого размера. Это максимальный объект, созданный человеком. Но мы будем вести речь о минимальных объектах, созданных человеком, о Кубсатах. Вот размер у них 10 на 10 юнитов. Антенка складная. Видите, чтобы он мог поместиться в контейнер пусковой. Потому что все Кубсаты Сириусаты, конечно, бы имели ручку и запускались вручную. Вот так. Может быть, вы видели даже видео на Ютубе, как за ручку Кубсаты забрасывают в космос. Но в основном Кубсаты запускаются с помощью пусковых контейнеров. Пусковой контейнер, он, в принципе, по 3-юнитовый Кубсат сделан. То есть туда можно, например, поставить 3 таких кубика. Один кубик, второй третий. Крышечка закрывается, в космосе крышечка открывается, и пружинка такая стоит, выталкивает Кубсаты в космос, прямо сразу пачка из трех штук, если у вас одна юнитовая. Вот в польске был 2-юнитовый Кубсат, значит, можно положить 2-юнитовый Кубсат, рядышком еще один юнит, и обоих выкинуть. Если у вас Кубсат просто 3-юнитовый, целый, то он полетит целиком. И очень важно соблюсти размеры этого Кубсата, чтобы он не зацеплялся за контейнер. Поэтому, видите, антенка очень аккуратно прижата по бокам, чтобы не зацепилось за контейнер запусковой. И несколько раз на Земле отрабатывают, чтобы Кубсат легко входил в контейнер и выходил. Как у Винни-Пуха, входит и выходит. Это много раз надо проверить, чтобы, не дай бог, в космосе ничто не зацепилось. Потому что, например, вы поставите 3 Кубсата вот таких маленьких, ваш самый крайний зацепился, и за то, что он не вышел, и те 2 тоже остались и не вышли. И получается, что из-за вашего Кубсата, Кубсаты соседние, они попадут в космос. Очень обидно будет. Поэтому все многократно испытывается на Земле, проверяется, чтобы все соответствовало четко размерам. Не больше 10 сантиметров. И вот здесь показаны, какие бывают размеры Кубсатов. 1 юнит, 2 юнита, 3, 6 юнитов и 12. Спутники большего размера уже не делают в формате Кубсатов, их делают произвольного размера. Они запускаются уже без спускового контейнера, просто крепятся где-то так же на ракете под основным спутником и тоже отстреливаются с помощью пружин. Нельзя иметь там пороховые какие-то, знаете, как вот пороховые системы разделения. Как, например, у ракеты, если вот летит, она до первой ступени, она отстреливается. Там стоят пороховые разделители, бах, и разлетелись в разные стороны. То, когда Кубсаты устанавливаем, там все на пружинках, чтобы лишних пороховых, никаких взрывчатых веществ на ракете не было. Потому что, не дай бог, что-то там сработает не по плану, и из-за одного Кубсата может огромная дорогая ракета выйти из строя. Поэтому все на пружинках. Вот, Кубсаты нашей фирмы уже рассказывал, маленькие арбикрафты. Сейчас готовится полет большого шести юнитова. Эти два наших друга загорели в атмосфере три дня назад. Отработали очень хорошо, два года и четыре месяца практически. Что за рамка у них? Это для запуска, да, рамка? Это ручка для запуска. Их вручную запускал космонавт Артемиев. Он брал за эту ручку и бросал их. Вот они так вместе с ручками туда и поехали, да? Да, конечно. А ручка не мешает выполнять задачу. Главное, чтобы она была в виде из алюминия. На спутниках стараются меньше использовать магнитных металлических предметов, потому что они искажают показания магнитометра. Поэтому в основном все делается именно из алюминия на спутниках. Чтоб магнитометр как можно точнее показывал свои показания. Любой металл какой-то магнитный, как железо, какой еще там железо, никель, магнитные металлы, они искажают магнитное поле и магнитометр может врать. И спутник просто в космосе заблудится тогда, не поймет, где он летит. Поэтому все делается из алюминия, из таких вот латунь, например, маховички латунные, тоже бывают маховички тоже алюминиевые, для стабилизации используются, но не металлические. Так, ну и дальше вот конструктор спутника. На примере ArbyCraft 3D я сейчас расскажу, какие компоненты вообще есть в кубсате. ArbyCraft 3D это как бы модель спутника. Это вот наша новая разработка. Вы знаете простой ArbyCraft, который здоровый на соревнованиях, уже все видели, но скоро вот такой появится. Он сделан практически как настоящий кубсат, размером 3 юнита он. И у него вот такие, значит, основные части основные. Если вы знаете ArbyCraft простой, то вы уже практически понимаете, как работает настоящий кубсат. BVM это мозги, бортовой вычислительный модуль, система электропитания, это батарейки, маховик управляющий, который нужен для ориентации и стабилизации аппарата. Сейчас у нас здесь один маховик, как у ArbyCraft 1, но скоро мы разработаем систему из трех маховиков, и тогда можно будет прямо на стенд класть, и на настоящем стенде спутник будет летать, как настоящий уже космический аппарат. Очень классная фишка здесь сделана, приемы-передатчик УКВ. Это настоящий УКВ-перелег-передатчик, который работает на частоте 433 МГц в любительском диапазоне, мощность 10 милливатт, и позволяет не просто по Wi-Fi связываться со спутником на расстоянии 10-20 метров, а по УКВ можно связаться хоть за 300 метров, если вы находитесь в прямой видимости, то УКВ добивает, и вы можете делать какие-то такие распределенные уже задачи с помощью этого передатчика. Датчик угловой скорости магнитометр здесь установлены прямо на материнской плате, здесь нет отдельных модулей, чтобы их прикреплять. И солнечные датчики тоже, 4 штуки по кругу, очень хорошие солнечные датчики, которые выдают направление прямо в градусах. Это удобно программировать очень, когда вы просто разберете сразу градусы и программируете в программе используя. И камера к Raspberry подключается, небольшая, позволяет фоткать. Так, как выглядят модули? Бортовая вычислительная машина, это мозги. Плата здесь стоит такая же, как в настоящем арбикрафте в космическом, то есть просто из нее выкинуто дублирование, плата удешевлена, просто половина элементов на нее не припаяна. Вот сама плата по разводке как от настоящего спутника используется. Это позволяет удешевлять, когда плата универсальная, и плюс тут однопайные разъемы по кругу, то есть дополнительно у настоящего такого нет. Ставятся здесь разбери, здесь стоит уже интегрированный магнитометр, датчик температуры, датчик угловой скорости. Дусы и магнитометры стоят на материнской плате. Система электропитания с литий-ионными аккумуляторами такие же, как на настоящем космическом аппарате аккумуляторы. Но здесь просто держатель пластиковый, в настоящем аппарате держатель не пластиковый, конечно, там пластика в космосе не используем, потому что в космосе пластик, он как бы испаряется, он не просто плавится, как-то его просто берет, и молекулы пластика улетают в космос, и у вас пластик становится тоньше, тоньше и может вообще разрушиться. То есть мы не используем этот пластик в космосе никогда. Только алюминий и другие такие материалы, как плата, текстолит, вот сделаны. Маховик, солнечные датчики, четыре штуки по кругу. Вот такая щель у них, и как бы там линеечка из таких фотоэлементов, и куда солнце светит, через щель попадает лучик Солнца, и в какое место солнечного датчика светит Солнце, мы узнаем, потом датчик нам выдает уже в градусах. Вот такие основные элементы спутника, и покажу сейчас, как выглядят настоящие элементы спутника. Просто на сайте спутникс у нас есть раздел прибора кубсатов, вы можете посмотреть, как выглядят настоящие детали, из которых делается кубсат. Вот корпус, например, кликаем. Вот как выглядит корпус. Он из алюминия, аккуратно сделан, видите, все винтики утоплены, чтобы ничего не торчало за габариты. Направляющие вот эти вообще просто ровные, без заусенцев, длинные направляющие, которые скользят из контейнера, выскальзывают, как на лыжах. И ничего здесь не должно торчать. И все антенки, все, что там есть, оно все внутри. Вот видите, вот эти тоже утоплены немножко, все немножко на несколько миллиметров внутри находятся, чтобы спутник касался контейнера, пускового, только вот этими четырьмя направляющими он так выжил. Вот там подписано Y, X, то есть все координаты, строительные координаты из спутника тоже указаны там. Корпус маленького кубсатика, ну и вот настоящие платы вот видно. Бортовой вычислительный модуль, BVM, здесь вот разъем под разбери, вот этот длинный туда разбери вставляется, защёлкивается, раз, там еще процессор свой стоит, дополнительный. Вот тут разбери установлена, вот она модуль питания, видите, аккумуляторы тоже гетионные стоят, но они уже аккуратно там замотаны, никакой пластик здесь там не используется. Так, ну вот здесь на сайте спутникс можно посмотреть все виды. И очень интересно, смотрите, солнечная панель простая, кремниевая, стоит, недорого. И для сравнения, солнечная панель с арсенитом галлия стоит в 4 раза дороже, но она электроэнергии выдаёт где-то в 2 раза больше. То есть, если вам важна электроэнергия на борту спутника, то тогда вы ставите дорогие арсенит-галливые солнечные элементы. Если вам достаточно небольшого количества энергии, то можете использовать кремниевые. Блок маховиков, вот он, состоит из 4 маховиков, они стоят вот так. Почему не 3, а 4? Потому что, чтобы было резервирование. Если один моторчик, не дай бог, выйдет из строя, то останется 3 моторчика, которые тоже смогут аппаратом управлять. Но используются 4, для резервирования. Звёздный датчик очень дорогой, посмотрите, несколько миллионов рублей. Он ставится только на большие аппараты, но кубсаты мы звёздные датчики не ставим. Потому что, если сам кубсат стоит 3 миллиона, и звёздный датчик за 3 миллиона на него ставить, это нецелесообразно. И он большого размера, тоже он пол кубсата зайвёт. То есть, звёздные датчики это для взрослых спутников. Также, вот видим, недавно разработана антенна из диапазона. позволяет передавать информацию уже на частоте 8 гигагерц в диапазон. То есть, можно, это быстрее, чем Wi-Fi. То есть, понимаете, фотка любая из космоса будет загружаться быстрее, чем у вас со смартфона. Это именно создано для тех спутников, которые имеют большие фотоаппараты на борту, получают снимки большого разрешения, которые весят много мегабайт. Чтобы это сбросить на Землю, нужно очень скоростной использовать их диапазон. Вот и передатчик диапазона, и антенна. тоже это можно в формате Кубсата установить и использовать. Это вот установлено на наш 6-минтовый аппарат, у которого огромная фотокамера внутри стоит и вот такая система передачи с диапазонами. Так, вот все практически рассказал. Теперь уже, я думаю, Ям подключится и расскажет о конкурсном задании, которое всех ожидает. Ну, прежде всего, хотелось бы, спасибо большое за лекцию. Я видел, что у ребят возникали вопросы по ходу дела. Вот, сейчас их можно задать. Давайте, сейчас, я тут что-то не вижу чата. Как буду включить? Я могу озвучивать вопросы. Наверное, надо выключить рабочий стол. Да, остальные демонстрации. Давайте вопросы. Можно задать вопрос такой? Конечно, давай. Вы, получается, там говорили, что лазерная связь со спутниками. Я в теории там подумал немного и, по сути, чтобы окольцевать Землю, то есть, чтобы на орбите Земли иметь связь из всех точек орбиты, то спутников нужно много. И настраивать их друг на друга это очень сложно, я так понимаю, да? То есть, это... Но зависит от высоты орбиты, знаешь, если высота будет очень большая, то достаточно трех спутников. Они могут три спутника расположиться, Земля в центре, а они вот так три спутника могут связываться, если очень высокая орбита. Если орбита, чем орбита ниже, тем, конечно, надо спутников больше будет развесить, чтобы связываться друг с другом. Понятно. Мой папа, когда в институте учился, они там с другом попытались подобное сделать, но между двумя компьютерами только. Они там, по-моему, несколько часов лазеровые указки из одного окна в другое пытались направить, чтобы в датчики попало. да, это очень хорошая такая задача четко направить, то есть оба спутника должны, во-первых, четко знать свои координаты в пространстве, и они четко должны быть застабилизированы, то есть маховики должны вращаться очень точно, чтобы спутники были определенным образом направлены, чтобы этот лазерный луч на расстоянии, например, не один километр, а, например, сто километров, чтобы этот луч не улетал. Сложная задача, но люди в этом направлении работают, я думаю, справятся. Денис, добрый день, можно спросить по характеристикам телескопа, про который вы говорили, что его поставили на Кубсад? Ну, по-моему, 40 метров на пиксель он должен выдавать, я так точно не скажу, надо дождаться завтра, и когда он пришлет, мы увидим. Апертура у него какая и увеличение? Ой, вот это не скажу я. Да. А что он будет снимать? Объекты дальнего космоса, планеты, что? Нет, нет, это называется телескоп, но смотрит он на Землю. А, понятно, я думала, именно он для наблюдения космоса. Ну, никто не мешает развернуть его. Вот американские все тоже космические военные разведчики смотрят на Землю, а один из них развернули наоборот, и называется он телескопом Хаббл. Хотя это обыкновенный разведывательный спутник, и все остальные его братья смотрят на Землю, фотографируют. Ну, а Хаббл, это гражданский считается. Но если его развернуть на Землю, он также будет вас наснимать в Землю. Может быть, такой эксперимент и сделаем, если спутник повернуть на самом деле в космос, и давайте сфоткаем на Юпитер, например, чтобы симпатично так было. Да, но мне астрономия ближе, поэтому я астрономические вопросы задаю. Ну, я думаю, много интересного будет, потому что если аппарат на орбите окажется, можно его по-разному использовать. И так, и эдак. Как вот, например, с кубсатами, которые летали, их на орбите и перепрошивали, и на них испытывали разные алгоритмы ориентации стабилизации, которые Суд Элдоши разрабатывает. Первый был алгоритм, потом второй, и сравнивают алгоритмы, сравнивают работу. То есть, если что-то в космос попадает, начинается много экспериментов. А вот как идея передачи на расстояние энергии с одного спутника на другой? Вот, допустим, вы сказали, что один там помер и болтается без подзарядки. А вот если какой-то другой, допустим, ему на каком-нибудь СВЧ-излучении будет качать энергию? Такой вариант. Но тот спутник вышел из строя термодатчики, их надо все равно поменять. термодатчики чтобы он заработал. А вот в принципе, если вдруг... В принципе, СВЧ-излучение это можно передавать, надо считать. Такая идея возможна. Сейчас все возможно. Сейчас, знаете, техника развивается. Сейчас можно лазерную энергию передавать. Лазер он светить и, например, на солнечной панели подпитывать их, чтобы он не только от солнца, наверное, питался, но еще лазером. Но надо все считать, потому что КПД у всех систем передачи разная. Мы можем передавать энергию, она вся будет теряться по пути, передастся 1%. Мы, так скажем, что-то это не выгодно. Извините, у меня вопрос. Что делает звездный датчик? Я не понял. Раз он такой, да, датчик позволяет ориентироваться по звездам. Солнечный датчик ориентируется по Солнцу, он выдает вектор направления на Солнце, а звездный датчик, он видит созвездия, яркие звезды и понимает, в какую сторону спутник сориентирован, позволяет ориентироваться. У нас есть магнитометр для ориентации, солнечный датчик и звездный. Вот это три способа ориентироваться в космосе. У кубсатов нет звездного, только солнечный и магнитометр. А у взрослых спутников и звездный датчик позволяет еще точнее их сориентировать. То есть, потому что в космосе же нету неба, там Солнце видно и одновременно звезды видно. ну, не засвечивает сейчас, позволяет одновременно то и то смотреть. Какие еще вопросы давайте, ребята? Какие будут призы? Это не ко мне вопрос. Какие пьяно? Это ко мне вопрос, но я на него отвечать не буду, потому что мы ведь не за призами сюда пришли, правда, за то, для того, чтобы знания получить, ну, интересно. От компании «Спутникс» будет всем приз, экскурсия в компанию «Спутникс», когда закончится всей самоизоляцией, приезжайте к нам в гости, это будет вам приз, все вам покажем, расскажем. Извините, а это всем? Всем, кто до Москвы доедет, приходите в гости, только надо, чтобы закончилась самоизоляция, сейчас как бы запрещено. А потом приходите, к нам часто приходят школьники, мы все показываем, кубсат даем, сфоткаться с кубсатом, например, можете, настоящим. Там в чате вопросы, вон, ребята задают. Да, ребята задают. А можно ли установить движок на кубсат? Вот, это очень тоже модная тема, устанавливать движки на кубсат. Сейчас разработаны небольшие двигатели размером один юнит, например, ионные или плазменные, такие маленькие двигатели. То есть там стоит две сетки, как в электронной лампе. Создается напряжение, например, 15 тысяч вольт, как в старых пузатых телевизорах. Если у кого-то остались, может быть, на даче пузатые телевизоры, там электроны разгоняются с помощью такой сетки, там 16 тысяч вольт создается напряжение. Электроны летят, ускоряются, бьются об экран, и экран светится. И тот же самый принцип, но электроны об экран не бьются, эти электроны разгоняются и летят просто в космос. И так как электронов много, а масса у электрона очень низкая, он очень легкий. Но скорость, они вылетают со скоростью света почти. Если посчитать скорость света умножить на массу, вот этот импульс, то получается, что небольшая тяга есть. И включается этот двигатель ионный, например, и он медленно-медленно-медленно, но спутник двигает. Этого достаточно, чтобы, например, спутник не падал с орбиты, и он может тогда жить не два года, как вот сирюсаты прожили, а может быть, пять или десять лет существовать на орбите. Вот такими. Ионные спутники. Но там не всегда электроны вылетают. Есть варианты, например, ксенон используют, атомы ксенона. И вот такие разные хитрые двигатели. Но самый веселый двигатель, это мне нравится паровой. Когда берут немножко воды, нагревают ее до кипения, открывается клапан, и этот пар вот так вот вылетает с большим импульсом, и получается паровой двигатель в космосе. Это просто милота. То есть маленький паровой. Камбэк. Да, да, это очень интересно. В принципе, несложно сделать, но затрата по электроэнергии. Посчитайте, сколько надо электроэнергии, чтобы воду вскипятить. Ну, потому что у воды большая теплоемкость. Поэтому некоторые хитрецы заливают не воду, а другие жидкости, которые проще нагреть. И с помощью реактивной силы также вылетает эта жидкость, и спутник получает импульс, и, может быть, на месяц, на два прослужит дольше на орбите. Извините, у меня вопрос. Вроде бы уже в космосе вода нагревается при низкой температуре довольно-таки. Так, вода, она везде вода. Она замерзает при нуле, кипит при 100 градусах. И на Земле, и в космосе везде. Нет, я не согласен. В атмосферном давлении. В атмосферном давлении я имел. В горах вода закипает при 70 градусах. Там давление ниже. В космосе какое давление вы в баночке создадите, такое и будет. То, что у вас вода будет в закрытом каком-то контейнере, и какое там давление вы закачаете, такое и будет. Надо физику считать процессы, чтобы вода у вас скипела и в нужный момент через клапан вылетела. Либо электрический клапан, либо какой-то еще. У меня получается вопрос, касающийся темы, которую сейчас только что обсуждали, с испаряющимся двигателем. То есть там... А, жидкий азот использовать нельзя. То есть я подумал, что он там. Но он там, если он попадет на какую-нибудь там электронику, то кирдык, если что-то... Почему кирдык? Жидкий азот, он жидкий, пока он жидкий. Если он, например, в откройте, он начинает вытекать, он тут же испаряется. Если в космосе у нас холодно, то жидкий азот не факт, что сразу испарится. Но тут надо тоже смотреть, как он себя будет вести. Потому что, например, вот сириусаты летали, когда в космосе, у них бортовая температура была плюс 9 градусов. То есть Солнце их нагревает на солнечной стороне, они улетают в тень, и они остыть не успевают. И вот средняя установившаяся температура на борту термодатчик показывал плюс 9 градусов. То есть нельзя говорить, что в космосе прям у вас минус 100, минус 200. Солнце светит и нагревает все предметы. Также жидкий азот, неизвестно, как он будет вести. Может быть, ваш контейнер с азотом нагреется до 9 градусов. Это один расклад. Но надо все считать. Как вы его спрячете? Может быть, вы контейнер в тени установите. У вас будет корпус, а контейнер внутри. Чтобы солнце на него не попадало светом, надо все рассчитывать. Может, там линзочку поставить, чтобы линза фокусировала свет и нагревала шидкости. Правильно, чтобы экономить электроэнергию. Самые хитрые хотят линзы нагревать. Систему линз, чтобы они туда светились, сфокусировались. И тогда воду проще нагревать, если вам не надо тратить электроэнергию. Вы можете просто от солнца ее нагреть. Так что много интересных вариантов. Закипит даже пластик. Мы уже проэкспериментировали. Солнечным лучом пластик кипит только. Пластик можно, да. На земле, когда линзу фокусируешь, тоже можно что-то даже поджечь. Но лучше так не делать. В общем, можно нагревать линзами, можно нагревать и жидкости различные. Может быть, что-то еще придумать. В общем, эксперименты ведутся. И разные двигатели сейчас изобретаются. И плазменные, и онные – это самые крутые. И вот один из таких двигателей, кажется, скоро запланированный на нашу кубсатый поставить. Сейчас ведутся переговоры. Какой-то из двигателей будет реально у нас испытан скоро. Есть такие двигатели, которые, получается, работают на сжатом воздухе. То есть, например, там какое-то давление делают. Потом то, что там накопилось, выпускают из отсек такого-нибудь. И это все толкает спутник. Тоже такое. Но, по-моему, правилам запрещено сжатый воздух на нашу кубсатый ставить. Потому что, если при запуске ракеты вот этот контейнер с сжатым воздухом взорвется, он может повредить целую ракету большую. Поэтому порох нельзя ставить, пороховые двигатели. И сосуды под давлением, мне кажется, тоже запрещены на кубсатах устанавливать. Поэтому должно быть что-то такое, что давление там создаться само на орбите. А при запуске там давления нет. Все аккуратно. Планируется на Луну запустить кубсаты. Да, я вот рассказывал, что скоро Луна-25 полетит. И хотят рядом с ней поставить два кубсата шести юнитов, чтобы они фоткали Луну. Еще вопросы у нас? Уже Ян расскажет нам задание. Если еще есть вопросы, ответим. А как ты задание дашь, так и вопросы появятся. Это точно. Спасибо большое тогда. Перейду к представлению задания. Спасибо большое за такую содержательную... Как раз вопрос про солнечный парус. Смотри, как интересно. Да. Вот, как раз про солнечный парус. Сейчас мы об этом и поговорим. Спасибо большое, Денис. Была очень интересная лекция. Мы рассмотрели, какие бывают разные-разные полезные нагрузки для космического аппарата. Поскольку бортовые системы, они плюс-минус там одинаковые у всех. Они могут отличаться по разному назначению, скажем так. То есть в зависимости от того, какая стоит полезная нагрузка. Но все-таки бортовые системы плюс-минус одинаковые у большинства космических аппаратов. Отличаются они полезной нагрузкой. И есть спутники связи, есть спутники дистанционного зондирования, спутники научные, которые выполняют научные эксперименты. Есть и космические телескопы, самые разные. Мы с вами сфокусируемся на таком, наверное, по большей части научном спутнике. Вы так очень активно обсуждали тему двигателей, движителей, спутников. И про один из таких движителей мы с вами поговорим в рамках Хакатона. Это солнечный парус. Не знаю, слышали вы что-нибудь о солнечных парусах или нет. Коротко расскажу. Дело в том, что у солнечного света есть свое давление. Когда солнце светит, лучи света падают на какую-то поверхность. И какое-то незначительное давление, но создается при помощи вот этого солнечного света. Это пытаются использовать в космосе. В общем-то давление очень маленькое. И поэтому на больших космических аппаратах использовать его совсем нельзя. Но на Купсатах пока только начинают разрабатывать космические аппараты, только запускают первые космические аппараты с солнечными парусами. И, в общем-то, недавно и Бауманка запустила, и Япония запускает космический аппарат с солнечным парусом. И, в общем-то, мы и вам предлагаем подумать над тем, а как этот солнечный парус реализовать. Сейчас я вам представлю задание. Ну, я найду. Одну минуточку. Одну минуточку. Интересно, там звучит около това. Спасибо, что выключили звук. Я вас искал. Итак, задание на Хакатон заключается в следующем. Мы с вами разрабатываем космический аппарат с солнечным парусом на основе конструктора спутников OrbiCraft. Я думаю, что многие с ним знакомы. Это разработка компании Sputniks для образовательных учреждений. В общем-то, кто не знаком, могут об этом подробно узнать на сайте компании Sputniks в разделе образования. В общем-то, компания Sputniks помогла нам решить много главных полей. Она разместила все ключевые бортовые системы в такие вот небольшие модули, которые очень легко подключаются. И мы можем собрать свой кубсад, скажем так, сильно проще, чем это делает на самом деле на производстве. Но сам по себе Sputnik, он, конечно же, без полезной нагрузки не выполняет какую-то важную функцию. Самое важное – это полезная нагрузка. А в качестве полезной нагрузки для космического аппарата, который мы разрабатываем, будет, собственно, солнечный парус. Площадь солнечного паруса должна составлять не менее 625 сантиметров квадратных. Каким образом вы его реализуете – это вопрос каждой команды отдельно. Соответственно, ваша задача на основе чертежей, которые здесь вот в приложении представлены, нет, не представлены, но в заданиях, которые выложены на сайт, представлены. Есть чертежи практически всего кубсата, всех его разных элементов, датчиков, разных каких-то устройств, плюс вот этих вот стенок корпуса. Ваша задача – собрать этот кубсад в 3D в любой системе автоматизированного проектирования, которая вам больше нравится, будь то Solidworks или Fusion или Inventor, выбирать вам. Ваша задача – собрать этот космический аппарат и придумать систему развертки солнечного паруса вот такой вот площади в 625 квадратных сантиметров. С чем тут проблема? Проблема в том, что на орбиту, конечно же, мы не можем запустить солнечный парус сразу в развернутом состоянии, потому что пленка, которая там используется, она толщиной примерно 8 микрон. Она очень хрупкая, она очень легко рвется, поэтому на орбиту надо ее доставлять в свернутом состоянии, а на орбите парус должен раскрываться до вот этого большого состояния и, в общем-то, переходить в свой работоспособный вид. А если в космосе солнечный парус победит какой-нибудь метеорит? Ну, от этого мы никак не застрахованы, такое вполне возможно. Вероятность такого низкая, но да, согласен, что может быть и такое. Тут мы никак уже от этого не сможем уберечься. Запасной будет. Да, лучше бы запасной. В общем-то, решать вам, как будет устроен солнечный парус, можете сделать двумя, два модуля больших, да, чтобы суммарная площадь солнечного паруса была такой. Можете сделать один солнечный парус. Какой он будет конструкцией, какой конфигурацией выбирать вам. Задача сделать так, чтобы разработать систему раскрытия, чтобы на орбиту парус доставлялся в максимально безопасном состоянии, там раскрывался, и получалось то, что получается. Вот. Если коротко. Какие у вас есть вопросы? Сразу вопрос, Ян. У нас одноюнитовый по заданию или как? Да, одноюнитовый. Вот такой вот арбикрафт, который... Арбикрафт, он больше одноюнитовый. Да, он больше одноюнитовый, согласен. Но чертежи, все это предоставлено на сайте научного онлайн. Мы ориентируемся на размеры тех, что на чертежах. Габариты, все то, что в чертеже. Да. Еще такой вопрос, коллеги. Если мы не будем использовать вот этот вот конструктор, арбикрафт, будем работать с чертежами, с собственной конструкцией, это будет нормально? Да. На ваше усмотрение. Просто так сильно упрощается конструкция. Но это на ваше усмотрение. Пожалуйста, если хотите, делайте так. Задача обеспечить раскрытие паруса вот такой вот площади в 625 квадратных сантиметров. И еще вопрос, Ян. Полезная нагрузка должна именно внутри разместиться, я так понимаю, да? То есть она не должна добавлять габаритных размеров, да, никак? Ну, по сути, полезная нагрузка – это солнечный парус. Разместить солнечный парус внутри, наверное, будет очень проблемно. Поэтому можно на наружной стенке. А. Ну, то есть, какое-то увеличение есть, пограничение, насколько мы можем увеличить вот те габаритные размеры, которые даны в чертежах? У нас, насколько я понимаю, это же один юнит, то есть это крайние размеры кубика 100 на 100 на 100 миллиметров. То есть все остальное находится внутри этих размеров. Да, ну, здесь, во-первых, Урбикрафт идет, он побольше, во-вторых, вопрос ограничений какие-то задуманных, нет, что вот сложная конструкция каких-то, ну, должна быть увеличилась. Таких ограничений мы не ставим в задании, но если это предусмотреть, то будет здорово. Хорошо. А парус должен быть статичный или какие-то системы ориентации-то должны быть? Ну, то есть он просто жестко закреплен и все, или как? Хороший вопрос. На самом кубсате есть. На ориентации есть на самом кубсате, это правда, да. Ну, то есть тогда этот парус нужно на какой-то еще фирме небольшой выводить от него. Ну, как сделаете, да? Да, как сделаете, в общем-то, если обоснуете, зачем так, пожалуйста, дело ваше. Ну, можно, в принципе, и вокруг. Так, еще какие вопросы? У меня получается такой вопрос. Каким образом, допустим, платформа, которая будет выдвигаться из нашего, скажем так, аппарата, будет расширяться? Потому что я, конечно, понимаю, как может примерно быть, но... Это уже в команде, Миша, это уже в команде вы попадаете. Понятно. Понятно, хорошо. Скажите еще, пожалуйста, в каком виде нам надо будет сделать систему развертывания? В виде, то есть в реальности как-то его сконструировать или создать модель и рассказать уже по модели, что будет выдвигаться, что будет отсоединяться и так далее. Да, то есть вы можете создать трехмерную модель в любом и с любой системой автоматизированного проектирования и рассказать, как это будет работать. То есть, ну, руками, грубо говоря, ничего не надо будет делать? Да, железо можно не реализовывать. Ну, на два дня всего. Ну да, в принципе, этого мало, конечно, для того, чтобы железо реализовать. Какие будут тогда габариты? А вот, Ян, материал солнечного паруса нам как-то указывается? Вообще, или, то есть, по идее, надо же знать его характеристики, свертываемость, складываемость, упаковываемость, короче говоря, или как, или мы просто виртуально, или есть характеристики этой ткани самой? Рассчитываем на виртуально. Тут больше, наверное, задание про то, как это будет разворачиваться, доставляться. Вот. Ну, то есть, мы не учитываем, короче говоря, просто мы берем, что некая пленочка и все, да, условно? Да, да. Хорошо. То есть, там на разрыв, допустим, какие-то вещи, я так понимаю, сложновато это будет, да? Да, это будет сложно за два дня смоделировать, наверное, поэтому пока спокойно сервисной системе развертки. Вот. Вопрос касательно габаритов уже тут немножко обсудили. В общем-то, требований по габаритам мы не ставим. Важно сделать как можно компактнее, но чтобы солнечный парус был под такой вот площадью, не менее чем 625 сантиметров квадратных. Чертежи вот в моем документе нет, но если зайдете на сайт научим онлайн, там уже выложено задание хакатона, там эти чертежи есть в приложении, приложенные к заданию по ракетстроению. А если нет, то мы перезальем. Еще какие есть вопросы, друзья? Нет, чертежи. Значит, сейчас перезальем. Ничего страшного. Сейчас все будет. Вот. Ну, я думаю, вопросы еще будут возникать по ходу работы. Можете их писать в Дискорде. Завтра в 12 часов мы тоже подключимся, сможем ответить на ваши вопросы. Вот, какие возникают. В общем, если что, мы всегда на связи. Ссылку на Дискорд, надеюсь, все видели. По Дискорду можно, по Дискорду будет консультация. Консультация будет по этой же ссылке в Зуме завтра в 12, но если возникать какие-то текущие вопросы, можно их в Дискорде писать. В Дискорде можем вообще в любое время, да, там, где-то обрали. Дневное. Понял. Извините, можете подссылку для Дискорда. Ссылку для Дискорда сейчас я дам. Она тут была. Вот она. Подключайтесь. Так, это льва. Все время приходит один тот же вопрос, на который уже отвечал. Габариты мы не ограничиваем никак. Ладно, друзья, я думаю, что вопросы еще по ходу появятся, их можно будет задавать в Дискорде завтра на консультации. Надеюсь, что задание вам кажется интересным, вы за него возьметесь, обязательно доведите до конца. И в понедельник его представим. Спасибо большое всем. Тогда предлагаю отключаться. Я пойду к ракетчикам, которые меня очень ждут. Вот. Вопросы в Дискорде ждем. И в последний раз. Продолжение следует...